приветствую вас дорогие мои вы на канале в алекса и на моей любимой колоде арт м мы будем делать гранд табло на вашу ситуацию на вашу ситуацию в отношениях вообще гранд табло смотрит любую ситуацию и треугольники и если вы вдруг несколько кандидатур имеете и не знаете кого выбрать да а мы сейчас будем смотреть смотреть конкретным партнером проблемы с конкретным партнером который сейчас загадывать пока это свои проблемы в отношениях и так какие проблемы в отношениях с имеющимся партнером у вас он мужчина конечно же по карте вы конечно же женщина какие проблемы у вас в отношениях которые может быть вы даже и не осознаете да какие проблемы у вас партнерстве первая карта в раскладе очень важно так немножко все видели чуть-чуть я редактирую и первая карта она задает тон всему раскладу и тут у нас карта книга то есть разговор о книга выпала в доме всадника о новой какой-то открытости в отношениях да о какой-то встрече где будет идти открытая информация где партнеры друг другу будут доверять ой смотрите карт клевер выпадает на своем месте это разговор о том что место силы у этого расклада на 2 2 номер карты видите на втором месте это место силы этого расклада шансы у этих отношений прийти к чему-то лучшему к звездам на есть тут чувства в дом идут мужчина тут важный из меня смотрят всего скорее девчонки и очень важный мужчина судьбоносный просматривается по картам дверь грант табло занимает весь стол выкладываются все 36 карт и мне иногда даже атрибутику приходится двигать так ну мы с вами смотрим проблемы а связь у вас уже давно я так понимаю внутренний конфликт внутренние недовольства и всего скорее имеется любовный треугольник да мужчина судьбоносный по карте медведь но мужчина который не с вами знаете какая ситуация знаете об этом или не знаете но когда вот у него тут наверное меня смотрят девочки тайные и разговор то что когда у него в семье не урядится он сразу начинает выходить на вас он считает что там примирение невозможно и что ему нужно идти к вам двигаться к вам вы это где-то в душе давно уже поняли вот вы стоите на перекрестке в доме перекрестка так скажем на выборе что он делать с этим человеком в голове у вас крысы то есть человек вам кажется что он вас регулярно предает и в то же время чувства у вас к нему есть и конечно же вы шлёте вот этого разговора который разрешится вот это честно вот этого открытого разговора который разрешится в вашу пользу вот он треугольничек в доме книги об этом всего скорее и предстоит разговор то есть вы хотите получить видите ваш ряд заканчивается карты ключ вы хотите получить точную конкретную информацию скажи мне честно доме мужчины карта сердце разговор о том что вообще человек вас любит вы на нем зависаете потому что так скажем он вам очень хорошо себя подает он такой романтичный такой классный высшие сил конечно вас не просто так свели тут вы смотрите мужчина у вас ногах то есть по сути вы оказываете на него довольно сильное влияние те карты которые у героев выпадают ногах это действие те карты которые впереди возможно будущее те карты которые сзади возможное прошлое и карта которая в голове это мысли ваш ряд заканчивается картой ключ это принятие решения что у нас в доме ключа решение принимать в доме ключа у нас выпадают карты перекресток а вы в доме перекрестка то есть решение решение об той проблеме а проблема всего скорее у нас наличие еще кого-то до отношения вот она вышла решение решение за вами каким ваше может быть решение у вас много вариантов если вы думаете что у вас совершенно вариантов нет если я допустим у меня смотрят девчонки действительно тайные если вы думаете что у вас вариантов нет а вы ошибаетесь во первых вы можете самостоятельно покинуть этот треугольник и пойти в новое дело в том что если вы это сделаете у вас впереди новое знакомство вот так да да вот так вот бывает если вы будете продолжать давлечь над этим человеком впереди смотрите у него луна и луна у нас тоже своем доме выпадает это тоже место силы этого расклада в этом раскладе два места силы очень редко такое бывает когда в раскладе значит для кого-то для тех кто смотрит этот расклад он расклад очень значимый так вот шансы на успех в этих отношениях есть при всем при том мужчина все-таки продолжает мутным быть таким непонятным для вас и вы хотите продавить эту ситуацию то есть он у вас ногах вы хотите дальней четкости ясность я хочу с тобой семьи я хочу я тебя люблю я хочу страсти но я уже не могу больше это все терпеть да вот эту всю фигню вот эту всю треугольную ерунду я больше терпеть вы говорите вот эти трудности у вас да сколько можно и вы правы но мои дорогие мои дорогие тут мужчина еще все равно повиляет хвостом повиляет хвостом несмотря на то что он вас любит он все равно повиляет хвостом дело в том что он вот считает что во-первых мужчина сильнее женщин бояться перемен и он считает что ну если он подольше потянет резину сделать ситуацию подвешенной то более правильное будет решение у него и здесь он глубоко ошибается а жизнь дойдет часики-то тикают счастливым то хочется быть всем и дело в том что находясь в треугольнике вот прямо смотрите треугольник но он постоянно о вас думает он постоянно о вас думает дело в том что находясь в треугольнике идет неправильный обмен энергиями идет неправильный обмен энергиями и идет разговор о том что мужчина имея при себе чувство двух женщин обделяет обоих не дает ни той ни другой свободы получается да по сути по сути это как вы находитесь в доме перекрестка то у него впереди вот перекресток туда на ему нужно будет выбирать ему нужно будет выбирать а и как бы он не крутился как уж на сковородке думая о том что ну вот здесь он поврёт там он поврёт да и со всеми будет потом дружить и у него уже это не получится вы настроены иначе то есть проблема у вас в отношениях о том что вам у вас переполнена капля терпения вы устали вы устали от бесконечных тревог вы устали от того что надо постоянно ждать вы устали от того что вас постоянно обманывают устали от того что он обманывает не только вас еще кого-то да вы с этой женщиной пересекаетесь на карте лилии да каждая хочет получить свое потому что в доме лилии карта коса каждая хочет вывести эти отношения на новый уровень но смотрите и вроде как вы тут как вам кажется еще еще немножко надо поднажать на партнер еще немножко его надо поджать так скажем да к стенке прижать и своей страстью и своей любовью чтобы он принял окончательное решение я вам хочу сказать о самой главной вашей ошибке окончательное решение нужно принимать вам то есть как я уже только что вам проговорила о том что у вас несколько выходов из этой ситуации первый выход вы можете оставить все как есть и продолжать встречаться продолжать тратить свою энергию продолжать тратить свое время продолжать быть в зависимых отношениях и продолжать страдать второе что вы можете сделать вы можете выйти из этих отношений Потому что у вас впереди партнерство с более молодым партнером, с которым вы, кстати, встретитесь уже в ближайшем летом. И этот партнер тоже будет значимым для вас, и про этого вы забудете. Но это так, это для тех, кто действительно верит в себя. И третий вариант выхода из этой ситуации, сказать, дорогой, вот тебе время, полгода, мы с тобой ставим на полгода отношения на паузу, ты прорабатываешь свои решения, а я уже приняла решение. Если через полгода ты мне не приносишь колечко, допустим, да, обручальное в подарок, и мы не идем в ЗАГС, то, извини, у меня тут новый, я тут уже все, я тут уже буду счастлива без тебя, но я готова тебе дать шанс. Вот, об этом, да, если ты его не оправдаешь, а он может не оправдать, потому что все-таки здесь жена выпадает, другая женщина, по крайней мере, соперница, у кого жена, у кого просто другая женщина, соперница в доме рыб, то есть та женщина тоже держит его своей любовью. И он, как бы, знаете, вот тут вот думает, ну, кто же из них меня сильнее любит, а? Кому же свое тело-то отнести в подарок, елки-палки? Ой, я не могу, я не могу. Мужчина не может, самое интересное, что мужчина не может примириться с той ситуацией, что ему нужно будет расстаться и с той, и с другой. Поэтому еще раз говорю, ключ, вот он прямо, дайте ему этим ключом по голове, прям ключом ему дайте по голове, ключ у вас. Вот я прям на вас его положу, вот прям так за ритуалем мы с вами вот эту ситуацию. Я на вас ложу этот ключ, чтобы вы поняли, что решение принимаете, а вы, вот так, да будет так, от негатива почищу вас, позитивом заряжу решение принимать вам в этой ситуации. Если вы не примете решение, вот из предложенных вариантов, которые я только что вам озвучила, страдалки, страдалки, а вместе с ними ухудшение здоровья, а вместе с ним потерянные возможности, слезы в подушку, потеря здоровья, ну и всякая такая вот фигня, знаете, которая вот эти вот сопрождают вот эти вот моменты. Дело в том, что я вам хочу до вас донести, что у каждого человека своя чаша страданий, и через эту чашу страданий он должен прийти к изменениям, он должен вот кулаком по столу сказать, все мне надоело, я начинаю меняться, и меняться буду вот так-то, 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 буду делать то-то, 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 и делайте, делайте. Если вам уже начали приходить такие мысли, что вам нужно делать то-то, то-то, быть так-то, так-то, да, то надо это делать, раз уже такие мысли начали приходить. Мы живём сейчас в век скоростей, когда всё очень быстро меняется. Как только внутри вас стали появляться желания всё изменить, меняйте. Это всё правильно. Это ваш внутренний голос, ваш внутренний духовный наставник советует вам ненавязчиво, советует вам стать другой. А если другой, значит уже счастливый, значит выйти из энергии страдания. Мужчина тут у нас, знаете, держит вас своей романтичностью, своей страстью, своим умением от себя подать, но мужчина эгоист. Конечно эгоист, потому что отпустить не хочет ни ту, ни другую. Недаром у него с одной стороны коса, с другой стороны луна. Ещё раз говорю, вам надо поставить его на выбор. Конечно, он на этом выборе стоит, может быть, уже не один год, но вам нужно обозначить срок этого выбора. Иначе это опять дорога в никуда. Я вас обнимаю. Я надеюсь, вы теперь с моими подсказками разберётесь, что вам делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!